Губернатор провел планерное совещание, на котором собрались его заместители, руководители профильных ведомств. На видеосвязь вышли все главы муниципалитетов. На сегодняшний день в крае отремонтировано более 1600 домов. Но, несмотря на положительную динамику, некоторые города и районы оказались в списке отстающих. В девяти муниципалитетах за прошлый год не привели в порядок ни один дом. Вениамин Кондратьев напомнил, реализация программы капремонта – это в том числе контроль глав на местах. А также добавил, что люди перечисляют средства в фонд ради результата, а значит, нужно обеспечить им скорый ремонт. Еще пару лет назад жители края достаточно негативно оценивали вообще ситуацию капремонтов домов. И практически в каждом муниципальном образовании об этом говорили, что мы платим, ничего не делается. А если делается, то спустя рукава. Я могу сейчас констатировать, что, безусловно, спустя два года ситуация изменилась, но, наверное, не поменялась в корне. Два миллиарда рублей уже расписаны на те подрядные работы, которые выполняются. Ну, три миллиарда рублей, коллеги, пока лежат на счетах. Девять муниципалитетов у нас в прошлом году ни одного дома не отремонтировали. Как можно заставить людей из Гультеевического, Денского, Ейского, Калининского, Крыловского, Славинского, Староминского, Туапсинского и Услабинского районов платить, если у них через не год ни одного дома многоквартирного не отремонтировано? Как? Знаете, вот, коллеги, мне непонятно, когда есть деньги, по-простому говоря, ничего не решается. Всего в программу капитального ремонта до 2043 года включены почти 18,5 тысяч многоквартирных домов. Только в этом году в крае планируют отремонтировать 805 объектов.